Новую систему освещения смонтировали на участке улицы Возрождения от Петина до Ярославской. Там подрядчик установил 18 новых фонарей со светодиодными светильниками. Работы были выполнены в рамках программы цифровизации городского хозяйства благодаря областной субсидии в размере более 6 миллионов рублей. Светильники светодиодные хорошо дают освещенность с малым потреблением электроэнергии. На сегодняшний день все работы завершены, как я и обещал в прошлый раз, что до 15 августа мы все работы завершим. На сегодняшний день все выполнено. Сейчас ведут заказчикам приемочные работы, уже выезжала комиссия, но к нам вроде бы претензий нет. Сдача и подключение новых фонарей запланированы на конец августа. По мнению Волокжан, этот участок улицы значительно преобразился. Люди отмечают удобство и комфорт дорог, а также комплексность преобразования микрорайона. Было очень много обращений от граждан. И как раз по итогам было принято решение как раз эту улицу сделать светлой, потому что эта улица недавно была отремонтирована, поэтому освещение тоже требовалось. И более того, здесь учебное заведение 16-й школы. Плюс к этому было еще принято решение здесь сделать умный пешеходный переход. Все это, конечно же, сделает безопасность наших пешеходов. Параллельно с этим участком специалисты монтировали новое освещение еще на четырех участках улиц города. На улице Возрождения от Костромской до Новгородской, на окружном шоссе и улице Чернышевского. Выделенные средства также пойдут на освещение 14 пешеходных переходов. Кроме того, в Волокде планируется осветить еще 12 участков улиц на 20 миллионов рублей, выделенных во время градсовета губернатором области Олегом Кувшинниковым. На сегодняшний день находится на проверке документация, там сумма порядка 20 миллионов на освещение. Тоже, по-моему, 13 участков улиц в городе. В ближайшее время, как все проверят, эта конкурсная процедура будет размещена. Напомним, что в этом году в Вологде также планируется заменить 13 тысяч светильников старого поколения на новые в рамках энергосервисного контракта. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Планируется, что замена светильников поэтапно пройдет во всех микрорайонах города.